Доброе утро, дорогие днепряне! Сегодня мы пьем кофе и говорим о счастье на берегу Днепра в ресторане Бартоломео. Что такое счастье и существуют ли у него свои метки? Может быть это красота? Мы говорим сегодня о метках счастья и о красоте с замечательным косметологом, одним из самых лучших косметологов на постсоветском пространстве Юлией Александровной Златницкой. Здравствуйте, Юлия Александровна! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что это за профессия косметолог? Ну, косметология – это раздел медицины, и это необходимо учитывать всегда, когда мы говорим с вами о том, что пациенты обращаются к косметологу, иногда путая нас с маникюршами, путая нас с парикмахерами. И нельзя не учитывать, обращаясь к косметологу, что мы врачи, мы лечим кожу, мы омолаживаем кожу, и поэтому профессия сродни другим профессиям медицинским. То есть косметолог – это такой же врач, как врач-терапевт, врач-гинеколог, врач-психиатр, врач-стоматолог и любой другой врач. Как интересно! Я всегда считала, что красота – это понятие особенное. Красота внешняя, красота внутренняя. Вот Коко Шанель говорила, что заботясь о красоте внешней, нужно начинать с красоты внутренней, нужно начинать с души. Вы тоже так считаете? Безусловно. Мы начинаем с души. И девиз нашей клиники – красоте через здоровье. Очень интересно, спасибо. Но тем не менее, та же Коко Шанель говорила, что в 20 лет у вас то лицо, которое вам дала природа, в 30 лет то, которое вам дала жизнь, и в 50 лет то лицо, которое вы заслужили. Как заслужить хорошее лицо и как вы помогаете это сделать? Расскажите, пожалуйста, с чем нужно обращаться к врачу-косметологу и как правильно это делать? Заслужить лицо можно только доверившись профессионалам. Потому что пациенты не могут сами, не будучи медиками, адекватно оценить состояние своего здоровья, выбрать подходящие методики для омоложения и эти методики провести. Потому что домашние уходы принципиально отличаются от того, что мы делаем в салонах и то, что мы делаем в клиниках. Поэтому пациент должен принимать какие-то решения в диалоге со специалистом. То есть придя на первичную консультацию, вы высказываете свои пожелания, косметолог высказывает свое видение проблемы и мы сообща находим решение. Скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что хорошая внешность, красота могут быть определенным залогом счастья? Ну, может быть, не залогом, но компонентом. Потому что, когда женщина смотрит на себя в зеркало и получает от этого удовольствие, конечно, это повышает ее самооценку, повышает ее настроение. И она уже чувствует себя счастливой. Спасибо, очень интересно. Могу ли я попросить вас дать несколько универсальных советов, как все-таки сохранить молодость, красоту, то, что тебе дала природа, чтобы все-таки чувствовать себя хорошо, чтобы хорошо выглядеть, даже не обращаясь к врачу-косметологу. Возможно ли это? Безусловно, это возможно, смотря какие задачи вы перед собой ставите. Залог успеха – это, конечно, системный и разумный и правильный уход за кожей. Уход за кожей, к сожалению, невозможно подобрать самостоятельно. Уход за кожей подбирается в любом случае совместно с косметологом, потому что множество нюансов, которые невозможно в рамках передачи описать детально, существует и влияет на выбор. Поэтому, если будет регулярный домашний уход, если будет правильное питание, то есть рекомендации самые общие, общеизвестные. Правильное питание, домашний, правильный уход, здоровый образ жизни, отказ от курения, от алкоголя, и мы получаем красавицу в 78 лет. Как вы думаете, почему женщины все-таки уделяют больше времени и сил своему внешнему виду, чем все-таки развитию, самосовершенствованию, каким-то достижениям? Все-таки больше времени женщины тратят на свой внешний вид. Почему? Как вы считаете? Что касается женщин и мужчин, то я бы хотела сказать, что мужчины очень часто обращаются к косметологу, и в последние годы все чаще и чаще. Причем мужчины обращаются с вполне конкретными запросами, в отличие от женщин. Женщина приходит и говорит, хочу быть молодой и красивой. Мужчина приходит и говорит, я хочу, чтобы у меня не было морщин, я хочу, чтобы у меня не было пивного живота, я хочу, чтобы у меня были такие же брови, как в 28 лет. С ним работать гораздо проще. Ну, с женщинами гораздо сложнее. Расскажите, пожалуйста, о мужчинах, которые обращаются к косметологу. Для меня это очень интересно, я впервые об этом слышу. Ну, на сегодняшний день соотношение где-то, наверное, 20 к 80. То есть 20% мужчин и 80% женщин к нам приходят. Мужчины приходят разных возрастов. Я не беру подростков, которые приходят с проблемами угревой болезни и с прочими подростковыми сложностями. А приходят мужчины, начиная с 30 лет и старше, и затем с той же самой проблемой, с которой женщина, с проблемой старения. То есть сейчас в тренде молодость. То есть мужчины точно так же хотят сохранять молодость, как и женщины? Даже больше. Но, очевидно, сейчас нацелена вообще и масс-медиа, и социальная наша жизнь нацелена на что? На молодость, спорт, красоту, здоровый образ жизни. Хочется соответствовать. То есть задача косметолога не только сделать человека красивым, но и сохранить ему молодость? Нет, безусловно. Ведь мы косметологию рассматриваем как раздел геронтологии. Мы же не говорим, что мы только колем вам ботулинотоксин, убираем морщины и разглаживаем складки. Наша задача – создать молодость внутри. И тогда она получит отражение на лице. А что такое здоровый организм? Это организм, который не имеет патологии. То есть мы не обращаемся к системно к врачам, мы не принимаем никакие препараты и так далее. Залог этого – здоровый образ жизни. То есть создание внешней красоты и создание внешней молодости требует молодости внутренней. То есть косметология – это наука, которая требует подкрепления всех других медицинских специальностей, которые обеспечат организму молодость внутреннюю. Я правильно вас понимаю? Безусловно. Красоте только через здоровье. И основная категория наших пациентов, женщины, к которым нам обращаются, 35-60 – это женщины предклимакс, климакс, постклимакс. То есть это пациентки, которые нуждаются в консультациях. Эндокринолога, гинеколога, психиатра, безусловно, стоматолога, потому что невозможно получить губы, как у Анжелины Джоли, не пролечив зубы и не восстановив прикус. И масса таких нюансов именно общеклинических. Мы на последнем месте после клинициста. Юлия Александровна, подскажите, пожалуйста, в каком же возрасте нужно начинать? С какого возраста человеческий организм начинает стареть? Абсолютно индивидуально, поэтому в косметологии нет понятия возраст. В косметологии есть понятие проблема. Проблема либо есть, либо ее нет. Есть пациенты, которые в возрасте 20 лет выглядят на 40. И пациенты в 45 выглядят на неполные 25 и прекрасно, им не нужен косметолог. Потому что, конечно, имеет значение генетика, образ жизни и все ранее перечисленное. Поэтому тут нет догм, тут есть просто усмотрение и самого пациента, и косметолога. Наличие либо отсутствие проблемы. То есть начинать никогда не поздно? Никогда не поздно. У нас сейчас на терапии две пациентки, те, которые вызывают просто восхищение и восторг. Одно из них 76 лет, другое 78. Они впервые обратились к косметологу. Но это женщины, которые никогда не получали никаких косметологических манипуляций. И, безусловно, мы на них получаем прекрасные результаты. Неизмеримый плюс – обе пациентки вегетарианки. Поэтому вся терапия получается просто блестящая. Просто потрясающая. А скажите, пожалуйста, бывают ли такие случаи, когда женщины начинают в 25 лет, в 30 лет и потом в 50 лет, вы не можете им предложить никаких манипуляций, которые улучшили бы их внешний вид. Вот что касается раннего начала, то необходимо просто всегда учитывать, что наша кожа, она снабжается по остаточному принципу. Ведь по большому счету наш организм нацелен на что? Чтобы обеспечить питательными веществами. В первую очередь мозг, да? Потом сердце, почки, все внутренние органы. А то, что останется, попадает к коже. И мы можем пить сколько угодно витаминных комплексов. Мы можем колоть внутримышечные витамины. Но если кожа ничего не получает, ни в виде уходовых средств, ни инъекционно, то, безусловно, кожа стареет досрочно. И поэтому начинать правильные уходовые процедуры, как активный домашний уход, так и активные салонные процедуры, плюс мезотерапию витаминами, аминокислотами, необходимо в тот момент, как только-только мы видим проблему старения. А, к сожалению, проблема старения в наших условиях возникает рано, потому что на нас ярко светит солнце, и мы не можем его выключить. И проблема фотостарения, она обнаруживается уже у пациентов 20-летних, 25-летних. Это еще не хронобиологическое старение, это фотоиндуцированное старение. Но оно есть, и его надо лечить, потому что оно будет прогрессировать, на него будут наслаиваться возрастные изменения. И, безусловно, это приведет к раннему старению в возрасте 45-50 лет, когда, в принципе, женщина еще может выглядеть хорошо. Поэтому я за то, чтобы в раннем возрасте, то есть условные 25-30 лет, мы начинали мезотерапию, в ряде случаев биритализацию. А вот эти вот сложные коррекции, когда вводятся филеры в большом количестве, когда делаются пластические операции, это, на мой взгляд, имеет место быть после 45-50 лет. Спасибо большое. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, как вы относитесь к пластическим операциям? Ну, я занимаюсь терапевтической косметологией, поэтому к пластическим операциям я отношусь осторожно. Не могу сказать, что я их поклонник, но иногда бывают неоспоримые показания к пластической операции, и у пациента просто объективно нет другого варианта. Но это очень небольшое количество пациентов, и в ряде случаев все-таки лучше обходиться без пластической операции, если есть возможность, если можно заменить терапевтически. Вот, конечно же, бывают такие случаи, когда мы просто берем пациента за руку и ведем к хирургу. Но операция – это определенные риски, операция – это тяжелый постоперационный период, всегда какая бы малая инвазия ни была. Поэтому я за то, чтобы все-таки терапевтически максимально бороться со старением, тем более сейчас косметология обладает огромным арсеналом как инъекционных, так и аппаратных методов, и мы фактически можем заменить хирургию. Но показания, конечно, все равно есть к операциям. Скажите, пожалуйста, существует ли косметология детей, косметология подростков? Ведь самая большая проблема внешности существует у девочек-подростков, у мальчиков-подростков, потому что существует неуверенность в себе, неуверенность в том, что я достаточно красив или я достаточно красива. Обращаются ли к вам пациенты с такой проблемой? Да, безусловно, пациенты обращаются, и косметология подросткового возраста существует, но здесь мы находимся в сложной ситуации между законодательным полем и медициной, потому что законодатель нас обязывает получить информованную сгоду. Информованная сгода у пациента, не достигшего 18 лет, отбирается у родителей, причем у обоих. И вот это вот проблема. Мама приводит пациента к косметологу, да, пациенту там, допустим, 12-13 лет, у ребенка угревая болезнь, его надо лечить, но когда маму просишь подписать информированное согласие, мама от этого отказывается. Мы не имеем права производить никакие манипуляции у подростков, если родители не дают информированное согласие. С точки зрения медицины, чистой медицины, если убрать правовые вопросы, то, безусловно, это огромный раздел косметологии, потому что проблемы начинаются у детей с момента полового созревания, и мы работаем как с мальчиками, так и с девочками с очень хорошими результатами, потому что эта проблема острая, и в принципе в медицине, в косметологии существует давно, и уже мы в процессе развития медицины научились ее решать. Косметология – это огромный раздел медицины, который способен сделать красивыми и счастливыми практически все население нашей замечательной страны. Безусловно. По подсчетам социологов, в нашей стране косметологическую помощь, ну, если можно расследить ее как помощь, да, косметологические манипуляции, получает только 18% нуждающихся. То есть огромное количество нашего населения еще просто не дошло до косметологических кабинетов, до косметологических клиник, и нам есть куда расти. Я вам желаю успехов, я вам желаю роста, развития, для того, чтобы все жители нашего города, нашей Родины, были красивыми и счастливыми. Спасибо вам большое. Как мы сегодня узнали, счастье, здоровье и красота все-таки ходят рядом. Мы пили сегодня кофе в ресторане «Бартоломео» с Юлией Александровной Златницкой. Спасибо, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!